Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Амаркетс», оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря в 8.30 по GMT ждем статистику по индексу активности производственного сектора Англии. Обычно эти релизы мы пропускаем в качестве анализа, но за британской валютой мы следим. Сейчас ждем, наверное, как и многие, заседание Банка Англии, которое состоится уже в этот четверг. И чем больше у нас будет индикаторов общего состояния британской экономики, тем мы точнее сможем спрогнозировать будущие решения действий со стороны Банка Англии. Я очень рассчитываю на то, что Банк Англии в этот четверг повысит процентную ставку в соответствии с ожиданиями на 50 базисных пунктов, что создаст идеальные условия для роста пары фунт-доллар и, в принципе, для роста британской валюты против всех основных конкурентов. Далее в 14.00 по GMT, ISM производственного сектора США. Вот этот отчет обязательно нужно будет проанализировать, посмотреть на цифры, потому что это один из важнейших индикаторов американской экономики, ее состояния и индикатор будущего показателя ВВП. Опять же, анализировать американскую статистику мы сейчас просто обязаны, потому что, по словам Джерома Паула, глава американского регулятора, именно от характера макроэкономических данных будет зависеть решение Федрезерва по процентной ставке на последующих заседаниях. И под закрытие торговой сессии в 20.30 по GMT нас ожидает отчет от Американского института нефти ТОПИ. Нефть в последние дни недели явно раллировала текущей котировки уже выше 85 долларов за баррель, поэтому если мы получим подтверждение сезонного снижения запасов, что является следствием более высокого потребления на внутреннем рынке, то у котировок нефти Brent, WTI будет локальный повод для развития восходящей динамики. Давайте обо всем по порядку. Индекс доллара 101.79, локальное восходящее движение продолжается. Может быть, работает тактика покупайки на ожиданиях, продавай на фактах. Это вполне рабочая тема на финансовых рынках, мы неоднократно такое уже наблюдали. И сейчас, конечно же, рынок ждет предстоящий отчет по Non-Farm Perils, который будет иметь принципиальнейшее значение для Федрезерва в оценке данного сектора, американской экономики, и в решение относительно дальнейшего ужесточения национальной монетарной политики. Ранее, на прошлом брифинге, мы с вами как раз остановились на подходе к анализу индекса доллара, который зависит от того, что нам нужно дождаться данных по Non-Farm, потом отчеты по инфляции на следующей неделе. И на основании уже вот этих двух составляющих принимать решение, есть ли основания рассчитывать, надеяться, как угодно можно сказать, на то, что американский регулятор пойдет на еще одно повышение процентной ставки до конца этого года. Ну а пока что давайте ждать отчет ISM производственного сектора, как я уже отметил, в 14.00 по GMT. Этот релиз точно станет источником повышенной платильности индекса доллара, но если вспомнить, в принципе, про общее состояние промсектора США, здесь, конечно же, все плохо. Последний отчет ISM июньский, когда мы его анализировали, было снижение, по-моему, шестой месяц подряд, и индекс оказался на минимальных значениях более чем за полтора года. Я думаю, что за последний месяц ситуация могла только лишь укушиться. Поэтому потенциально сегодня мы можем получить и увидеть слабые цифры, которые должны оказать локальное давление на курс американского доллара. Глава ФРБ Нил Кашкари отметил, что американский рынок труда ждет очень непростой период времени, и в конечном счете уровень безработицы до конца этого года может значительно вырасти. Я не то чтобы разделяю такую точку зрения, считаю, что каких-то аномальных отклонений от тех средних показателей, которые мы видим сейчас, не будет. Но я не сомневаюсь в том, что рынок труда продолжит стагнировать. Поэтому ранее я и отстраивал свою идею, свою точку зрения, что слабый рынок труда – это, соответственно, еще одно весомое основание для того, чтобы американский регулятор не торопился с дальнейшим ужесточением денежно-кредитной политики. В пятницу, кстати, вышел отчет по расходам на личное потребление. Это как бы предварительный индикатор будущего показателя инфляции. Мы видели снижение активности, что, в принципе, указывает на то, что индекс потребительских цен и инфляция продолжат замедляться. Поэтому я с нетерпением жду данные по инфляции на следующей неделе, потому что практически уверен, что в США будет зафиксирован новый минимум по инфляции за очень продолжительный период времени. И на этом я надеюсь, что продавцы доллара станут сильнее и, соответственно, смогут протащить американскую валюту. Индекс доллара снова поближе к поддержке 100 пунктов ровно. Золото 1961 доллар за трость консу. Волатильность значительная. Но все факторы, которые сейчас налицо, это отсутствие какого-то явного позиционирования среди трейдеров, если анализировать рыночный сантимент. 50 на 50 покупки-продажи. СИВТС, отчет Американской комиссии по торговле товарными фьючерсами. Здесь тоже, к сожалению, негативная динамика. 173 тысячи контрактов, снижение со 193 тысяч. И на этом фоне точно нельзя говорить о том, что есть очень хороший потенциал роста золота, потому что институционалы не проявляют сейчас интереса к этому металлу. Возможно, из-за того обвала котировок, который случился на прошлой неделе. И еще один фактор – это 10-летние трейдерис, которые постепенно растут, восстанавливаются в доходности, показатели держатся в районе 4%. При такой доходности американских облигаций золоту будет практически невозможно выйти на новый локальный максимум. Хотя аналитики Банков Америка считают, что до конца этого года золото подожает до 2070 долларов за трейскую унцию. Я не сомневаюсь, что золото перейдет к траектории роста. Но прежде чем это произойдет, нам нужно убедиться в том, что американская валюта окончательно развернулась и претендует на обновление новых локальных минимумов. Доллар иена – 142.69. Я предлагаю эту пару не трогать до тех пор, пока она не спустится в диапазон 140-141 иена за доллар. Тогда вернемся уже к оценке ее перспектив. Доллар канадец – 1.32.19. По-прежнему ждем теста поддержки 1.30. Рынок нефти на нашей стороне, на стороне покупателей канадского доллара. В пятницу также выйдут еще данные по канадскому рынку труда. Я надеюсь, что эта релиза также не разочарует. Евро-доллар – 1.09.85. Как вы помните, европейскую валюту мы пока убрали из нашего портфеля, потому что больше сосредоточены на динамике курса американского доллара. И правильно сделали, потому что евро по-прежнему заложник того, что происходит с долларом. Вчера вроде бы как хороший фундаментальный фон, на котором можно было бы неплохо отрасти. Это показатели ВВП за второй квартал, то есть квартальная оценка, рост 0,3% ВВП еврозоны против прогноза 0,1%. В годовом выражении рост 0,6%, прогноз 0,4%. И что еще важнее, базовая инфляция, ее высокие значения ранее стали основной мотивацией для Европейского центрального банка ужесточать монетарную политику. Базовая инфляция остается на практически рекордных уровнях, на очень высоких значениях. 5,5%. Многие прогнозировали, что она снизилась в прошлом месяце до 5,4%, 5,3%. Но мы видим, что ничего подобного, она не снижается. Поэтому вопрос повышения ставки в Европе со стороны ЕЦБ в сентябре, на мой взгляд, уже фактически решен. Как только будут хорошие возможности для покупки евро, я вам об этом обязательно расскажу. Британская валюта 1,2820, все зависит уже от заседания Банка Англии в этот четверг. Поэтому ближе к четвергу, может быть, детально обсудим перспективы британской валюты. А пока установка налон сохраняется. И рынок нефти 85-19. Основной фактор, триггер роста нефтянки в ходе вчерашней торговой сессии – это доклад ОПЕК по уровню добычи в прошлом месяце. Так вот, добыча со стороны ближневосточного картеля снизилась на 840 тысяч баррелей в сутки. Если бы не Ангола и Ирак, я думаю, что снижение было бы куда более значительным. Потому что только лишь Саудовская Аравия в рамках добровольного сокращения производства нефти на 1 миллион баррелей сократила добычу на 860 тысяч баррелей в сутки. То есть факт продолжающегося снижения добычи вкупе с ожиданием восстановления экономического китайской экономики – это основная база, на которой покупатели отстраивают свою позицию, что нефть нужно покупать. Но мы достигли нашей цели, друзья, 85 долларов за баррель. Я предлагаю пока что нефтянку уже закрывать, тем более, что у нас есть еще другой инструмент, который очень сильно коррелирует с тем, что происходит на рынке нефти. На рынке нефти – это канадский доллар, поэтому канадский доллар мы оставим в нашем портфеле, а нефть пока уберем. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!